Как мотивировать подчиненных? Какие еще мотиваторы могут быть? В частности, я хотел бы озвучить 19. Я перечислю, каждому буду комментировать, а вы задумайтесь. Как мотивировать подчиненных? Итак, 19, среди которых были первые. Свод D, основные, где страх, вызов, общение, творчество и деньги. Это первая строчка, такие вот базовые. Но если переходить в конкретику, то они другие. И последующее, следующее, внимание, номер 6, внимание. Оказывайте внимание подчиненным один на один, приглашайте в кабинет, общайтесь. Следующее, поток, состояние потока. Это то, о чем писал Михай Чиксент Михайя. Поток означает, что у подчиненного есть две крайности. Это скука и тревога. Из скуки в тревогу вы переходите, работая в компанию, возвращать нужно в поток. Путем увеличения требований или увеличения умений, или снижения требований, в частности. Поток, почитайте. И сотрудника возвращайте из тревоги или скуки в состояние потока. Это что-то среднее между двумя этими крайностями. Что еще? Есть еще следующий фактор, который называется признание. Фактор номер 7. Признание, будь то вы дарите подарки или озвучиваете, что он действительно достойный парень, достиг очень многого. Это признание. Фактор номер 8 называется внешнее окружение. Внешнее окружение – это ситуация, при которой вы попросту работаете с его родителями, детьми. Может быть, даже собак на работу приводите. Когда дети, родители, родителям пишутся благодарственные письма о том, как работник работает. Или просто в День защиты детей детей приглашают. Или родители для того, чтобы посмотреть, каких чадо трудится. Внешнее окружение – это тоже мотивирует. Есть еще следующий фактор номер 9, называется традиции. Создавайте свои традиции, к ним будет перерастать. Это будет комфортно сотрудникам. Будь то традиция поздравлять кого-то с праздником, хлопать нужные минуты. Или традиция, когда пришел, бейджиком пикнулся и съел аскорбинку, которая находится на рецепции. Одиннадцатый фактор, по-моему, десятый, называется справедливый рост. Справедливый рост означает то, как в Макдональдсе не может директором стать человек, который просто со стороны пришел. Ты или мыл полы и вырос до конца, или ты не пришел со стороны, и ты не являешься там зятем, князем, еще что-то. Вот в Макдональдсе, в частности, очень справедливый рост. Справедливый рост должен быть и в вашей компании. Перечислили другие, может быть, они менее значимы, но они довольно распространенные. Такие, как геймификация, в частности, стахановское движение. Помните, стаханов, который выработал, если не ошибаюсь, 102 тонны угля за смену, был основоположником геймификации, когда работа в драйв, работа с интересом, работа в игровой форме. Также любовь, также развитие обучения, престиж компании. Сотрудник должен постоянно понимать, в какой достойной компании он трудится. Или же другие факторы, связанные с мотиваторами, которые могут помогать человеку развиваться. Но я хотел бы привести два основных, которые больше всего мотивируют подчиненки с ними работать эффективно. Это вызов и любовь. Любовь к продукту, к общению, к коллективу, к тусовке, к директору, к местонахождению, ко всему. Любовь и вызов мы сделаем невозможным. Если вы культивируете вызов и любовь, то у вас все будет получаться в вопросах мотивации. Продолжение следует...